Привет, мои родные! Вы находитесь на канале бывшей зэчки. Те, кто меня еще не знает, меня звать Светлана. Я своей жизнью отсидела 10 лет. 10 лет, ребят, это 2 года малолетки и 8 лет за Хаданской колонии. Конечно же, ребят, на своем канале я ни в коем случае ни одного из вас не пропагандирую и не пытаюсь донести до вас, что тюрьма – это романтика. Нет, это неправда. Романтики там абсолютно никакой нет. Есть только воспоминания, которые иногда могут будоражить внутренности, но не более того. Конечно же, всех моих красоток, всех моих женщин, которые смотрят меня, конечно же, родные мои, всех вас, с наступающим 8 марта! Я очень вам желаю, чтобы вы, красотки, затмили вот именно в это 8 марта все, что есть вокруг вас. Потому что женщина – это самое лучшее, что создал Господь Бог, я так считаю. Ну, красота вообще, ну вообще просто тупо. Женщина – это такое интересное богатство на планете Земля, что, конечно же, девочки, за вас все красотки, все невозможные. Выхожу с вами в личку, просто вот в очередной раз всегда убеждаюсь в том, что такие все хорошие, ну такие все хорошие, добрячки, добрые, хорошие, роскошные, шикарные. Это все я хочу, чтобы вы утонули в цветах, чтобы у вас, ну, весна, одним словом, девчат, за нас, за нас, за девочек. И, а вы, мальчики, не забывайте делать девочкам вот такие вот всевозможные сюрпризики. Это необходимо просто. Так, ну что, мои хорошие, я сегодня без какого-либо напитка, только чисто немножко водичка смочить горло, вот как-то вот так вот я решила, потому что у нас с вами впереди, значит, будет празднование, я обязательно с вами попраздную. Ну, опять-таки, это буднялка, стрим, запишем ролик, откроем бутылочку шампанского, закусим, выпьем, все как нормально, все как у всех людей. Так, я, значит, у нас идет продолжение моего сериала. Это, ребят, уже 17-я серия, да, или 18-я, если я не ошибаюсь, ну, короче, ну уже триндец, представьте, вот уже, по сути, 18-я серия. И вот, что я вам хочу сказать, вообще, кто в нумерологии хоть маленько занимается, вот немножко понимает вот эти вот все, вот 18-я серия, восьмерка это вообще уже, знаете, такое, как бесконечность. Вот у меня вот сейчас на данный момент и 1 плюс 8, да, получается 9. Ну, все, на этом численность у нас заканчивается, по сути. И что я вам хочу сказать, что малолетка у меня в этой серии заканчивается. Прям маленько я затрону. И уже будем говорить о том, что со мной стало дальше. Значит, ну, вот так вот все у меня продолжалось на малолетке. Ничего, абсолютно никаких, каких-то там что-то такого запоминающего не было. Были такие, знаете, внутренние, внутренние всякие переживания от того, что, ну, к чему я стремилась, а что я делала. И мне даже похвалиться не перед кем было. Были такие, значит, в колонии есть всевозможные мероприятия, которые день открытых дверей, допустим, в эти моменты приезжают родственники. Знаете, вот приезжают родственники, и девочки проводили их по всем, ну, по всем местам заводили в отряды там, да, показывали, где они спят, где они, вот это вот. Меня, мне некому было показывать. Мое спальное место чаще всего смотрели родители, но не мои. Просто смотрели родители, но не мои. Конечно, я, ну, как сказать, ребят, я по-своему, по-своему, я всегда, где бы я ни находилась, в любом, в любом обществе, в любом, я по-своему занимаюсь свою нишу и свое, ну, свое какое-то, какое-то положение. Вот, ну, всегда, у меня это всегда было. Я все это делаю самостоятельно, сама, не привлекая своими посылками там или какими-то. Я всегда добываю какое-то отношение к себе людей, ну, чисто самостоятельно, без каких-либо денежных средств или еще что-то. Вот просто вот такая, какая есть. Народ меня принимает такую, какая есть. В принципе, это было всегда. И, конечно же, да, мне хотелось на тот момент похвалиться перед своими родителями, что вот у меня, посмотрите, у меня у одной там же был эксперимент, сверху не было шконаря там, да. Почему и родители подходили и смотрели, а почему здесь так, а там так, ну вот что. И воспитатели объясняли, говорили, что это вот эксперимент. Вот, понимаешь, и, конечно же, каждый родитель задавался вопросом, почему эксперимент не моей дочерью или там еще что-то. Ну, вот так вот, понимаете. Значит, как бы там ни было, это было во всей колонии, у меня было у единственной так изначально. А потом уже, конечно же, там начались изменения. Ну, и вот так вот я ходила за зону, значит, я работала за зоной. Девочка мне перетаскивала махорку, эти бычки, ну, потрошили уже, конечно. Где, когда целые сигареты мне же привозил водила, все у нас было на мази. Можно сказать, даже такая влюбленность с ним, что вот я освобожусь, он меня встретит, там все. Ну, конечно, это все, господи, девочки, родные мои, никогда не верьте, не... Это, блин, это такие иногда бывают поганцы, вот в зону заезжают. Вот у меня, знаете, даже такой случай один раз был, вот, ну, сейчас в этом воспоминании. Я вспомню случай, это было уже на взрослой колонии, я на тот момент уже была бригадиром на огуречке. И вот к нам приезжали, значит, изначально у нас такая была операция тоже, которая к нам была присоединена. Это весь мусор, который мы за целую смену у нас собирается, мы его в мешки, ну, короче, складывали в мешки. И приезжала на следующий день, ну, бывало там два раза в неделю приезжала мусорная машина. То бишь мы все это складировали, аккуратно все это на поддонах складывали. Приезжала мусорка, мы все это загружали. То бишь, ну, это все было. А такой газон, знаете, не то, что там мусорная настоящая, да, вот просто кузов, ну, кузов такой, машина. Вот мы, девки залазили туда на машину, мы подавали вот эти вот все мешки туда, ну, все. Конечно же, это... Изначально это было, знаете, как, что там у меня, допустим, цыгане начали. Да я не пойду, да я никогда к этому... Ну, все. Все ходили, ребят, все ходили. Все мы ходили, даже с песнями шли на это мероприятие. Это было всегда очень рано, машина приезжала с начала смены. Мы все туда бежали, с удовольствием переодевались. И сразу заходила девочки, наша любимая машина пришла. Быстренько переодеваемся, быстренько одеваем нашу помойную одежду, самую красивую, которая что ни на есть. Ну, это мы так закрывались, знаете, всевозможными там мешками, салфанами, да, эти фартуки у нас такие были, да, вот такие подлокотники. Ну, все, одеваешь, чтобы все же лилось, все на нас прям лилось. Все вот эти, все эти отходы, овощи, ну, сами понимаете, они если гнить начинают, ну, это трындец. Ну, делали, все делали, потому что делать нужно. А кто это будет делать за нас? Кто придет нам и это сделает? Вопрос. Ну, кто? И вот у меня такой случай произошел, значит, с водилой. Ну, вольный человек, вольный человек. Ты заехал в женскую колонию. Вот, блин, вот до сих пор вот у меня внутренняя такая, блин, такой дискомфорт. Вот мне вот прям вот хочется, вот знаешь, встретить этого козленыша и вот прям просто подойти ему в рожу харкнуть и сказать, сука, ублюдок, вот ублюдок ты былый, вот ублюдком родился и ублюдком остался. Вот просто ублюдок. Вот гад, сука, такой позорный гад. И вот, значит, он, ну, машина заехала, и он, значит, этому, как он, контролеру, который нас там охраняет, там постоянно, если заезжает машина, там охрана трындец. И вот, короче, охранница говорит, мол, типа, ты там им скажи, пусть они там шевелятся, мне там, мол, типа, быстрее надо, времени нету. Ну, естественно, она поддерживает, она будет поддерживать его, потому что, ну, как ни крути, там, да, мы зэчки, мы спецконтингент, нас мало кто там вообще поддерживал. Ну, я это услышала, я просто это услышала. Я ему говорю, слышь, ты не прибурел ли, блядь, вот сколько будем делать, столько и будем. Тебе надо, ты торопишься. Быстренько спрыгнул, блядь, оттуда, взял мешочки и сложил их. Понятно тебе? Ну, естественно, мне контролер, короче, ну, затыкает меня, Устинова, ты что, ты сейчас пойдешь объяснительную писать? Я говорю, за что? За что я пойду писать объяснительную? За то, что вот этот пес распускает свой язык поганый, рот свой открывает, вообще он на какой территории находится? Он пусть свой рот зашьет себе и сидит там в этой, в кабине, пока мы его козла оттуда не вытащили, блядь, и у себя на огуречке не замариновали, блядь, как надо. Ну и все, я разошлась, ребят, я разошлась от так, что вы даже себе представить не можете. Меня это сильно подкосило, но мы и так это делаем, как насколько возможно еще какой-то там пес, пес смердячий, просто смердячий пес, будет открывать свой рот, вот понимаешь? Все, ладно, и что он делает? Вот мы работаем, мы складываем, а у нас мусора накопилось, а это же не из-за того, что мы его накопили, да, а это из-за того, что машины долго не было, и из-за этого, конечно же, это все взаимосвязано, и он что делает? Машина же как раз задницей повернутая к нам, и он берет и газовать начинает, представьте? Просто начинает газовать, и вот это вонь, дым вот этот, вот который у него, ну вот, и вот это вот все на девчонок, представь? Блядь, меня прям вообще, меня вывернуло, блядь, наизнанку. Я прям подхожу к контролерше, говорю, я говорю, вот сейчас вот перед вами на ваших глазах вы можете включать видеорегистратор, потому что я сейчас этому козлу прям буду разбивать ебло на ваших глазах. Я вам клянусь, я это сделаю, если эта паскуда не отключит, блядь, газ, не выключит этот, свою вот эту машину, которая у него прям отсюда, он на выезде, она у него сломается, он больше никогда за нее не сядет. Все, меня прям поволокло, ребята, я вам клянусь, это просто, ну, бессовестный, наглый тип такой, ну, вот, бессовестный, рот свой может открывать только в тех местах, где знает, что ему отдачи не будет. Вот только в такие моменты. Ну, не ожидал, что там вот такая вот волчица, блядь, появится, которая будет. Так он аж бедный, блядь, окно закрыл. Он когда, а то сидел, рука там, все, деловой сидит, а это аж окошечко закрыло. Я говорю, что, боишься? Боишься, говорю, сука. Прячешься. Все, а он, а что он может сделать? А он абсолютно не, ну, что он может мне сделать? Ну, все, я говорю, слышь, ты, пес, я твои номера записала, вот просто так, осталось, а мне совсем маленько прям в этой колонии находиться. Я тебя просто по твоим номерам, номерам же вычислю. И прям вот где ты находишься, я говорю, я пойду. В вашем городе однозначно есть люди, где криминалисты все собираются, криминальный мир. Я обязательно пойду и тебя, шакала, туда со всеми потрохами, с твоим номером, с твоей вот этой мусоркой, блядь, прям обязательно, чтобы на тебя повлияли. Вот прям все сделаю, возможно, чтобы на тебя. Ну, конечно же, это все забылось, ребят, естественно, все это забылось. Но я как тараторка, я стояла там, тараторила до усерия. Понимаешь, вот просто до усерия. Ну, был бы нормальный, порядочный мужик, он просто бы вышел, сказал, девочки, у меня я тороплюсь. Я тороплюсь прям невозможно как, вы у меня не одни. Давайте по шустренькому быстренько все сделаем. Посмеялся с нами там, что-то там поговорил. Все, да мы ради любого внимания мужского, которого нам не хватает, да мы там как пчелки, блядь, загрузили бы это все. И еще бы вынесли его на руках, прям вместе с машиной, понимаешь? Ну, просто вот есть такие ублюдки, которые вот прям вот ублюдки. Вот до сих пор я не могу вот этого ублюдка, вот не отпускает ситуация, понимаешь? Вот вспоминая, а внутри прям вот так все поднимается, вот так прям поднимается. Вот такой вот он, такой безобразный, жирный такой, кобель, блядь, вообще прям такой неухоженный такой, вообще отвратительный тип. Отвратительный. И что я за него вспомнила? Что-то же другое хотела. А, ну вот, вот я к чему говорю, за малолетку же рассказываю. Ну, да, случай такой отвратительный был. Только, конечно, я не поняла, с чем я его смешивала, этот случай. Но этот случай такой у нас был. И отсюда... А, ну и вот я к тому, что когда на малолетке тоже, знаешь, они только вот, вот они только себя показывают, пока ты вот с ним общаешься. А на самом деле-то там совершенно такие, вот знаешь, вот лишь бы поговорить, да, в надежде, что, может быть, он тебе там сигаретами тебя почивает, а ты, может быть, ему что-нибудь там в тихушку, там, где-нибудь там от остраненных глаз, там, что-нибудь ему закажешь, там, кусочек сиськи, например. Ну, знаешь, вот такие вот. И, короче, ну, а я-то искренне думала, что, может, правда парень меня влюбился и там дождется меня, дождался. Да, что смеяться там? Ну, такие вот наивные дурочки, что молодые. Короче, ладно. Вот так вот я доживаю на своей малолетке, значит, всё у меня идёт хорошо, мы со Светкой вместе, всё у нас вот так вот как-то ладненько, доскладненько, подходит всё, с каждым разом всё подходит, мой день освобождения, ребят, с каждым разом. И уже ты его начинаешь ощущать, когда к тебе подходят и спрашивают, а куда ты поедешь, ну, когда уже с тобой начинают вести беседы. Но самое, что вот по моей просьбе обычно, ну, люди, которые освобождаются, они, конечно же, ну, никакого удобнее, потому что всё-таки я была, как ни крути, изначально мой срок был, я была нарушительницей, конечно же, мне, я за весь свой срок столько нарушений снять не смогла. Как бы я потом активно не участвовала, ну, конечно же, эти нарушения у меня остались. И вот так вот уже потом спрашиваешь, и ты начинаешь понимать, ну, когда у тебя, допустим, три месяца остаётся, ты ещё как-то в это, ну, не вникаешь. Не вникаешь, и как-то тебе всё равно, всё. А потом с каждым разом, когда время, ну, подходит, 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 и ты начинаешь понимать, а куда ты пойдёшь? Ну, сказала ты, да, им, что поедешь ты по своему адресу, там, к своему отцу, там, всё. А что там у отца? А ждёт ли меня отец? А они, естественно, по адресу, они сообщают, что освобождается, там, тыры-пыры, ну, что вот такое вот всё. Конечно, ребят, сейчас начнётся самое интересное, мне кажется, то, что могло произойти на малолетке. Это где-то, наверное, осталась неделя мне до освобождения, и вы не поверите, я просто каждый день, всю неделю, я просто рыдала. Я просто рыдала, я ходила и рыдала. Ну, со мной психологи работали, со мной воспитатели работали. Бесполезно, я просто ходила и рыдала, я их упрашивала, я им говорила, пожалуйста, оставьте меня здесь. Ну, что я делаю не так? Вы почему меня оставить не хотите? Я участвую везде, я исправилась, я там, ну, другая стала. Почему вы не хотите меня здесь оставить? Ну, для меня это было... Так что вот так вот, мои хорошие, вот так вот у меня это всё происходило. Я, значит, всё задавалась такими вопросами. Почему? Ну, почему они не хотят меня оставить? Ну, что? Ну, что здесь такого? Что я делаю не так, что от меня? И вот со мной пытались это. А это действительно так было. Я даже, когда на взрослые, потом рассказывала девкам, что многие, ну, в шоке были, да? Люди ждут день освобождения. А для меня это было страшно, скажем так. Вот что я буду освобождаться. Я прям, для меня это было такое, ну, психологически так я была подломлена, подломлена. Прям вот нормально. Боялась, боялась свободы вообще, потому что и понимала, что идти мне, в принципе, некуда. И вообще кто меня ждёт, и что со мной будет. И вообще здесь вроде уже всё устаканено, и вот так вот я... И потом, конечно же, девчат, когда настал этот день освобождения, и мальчишки тоже, естественно. Когда настал этот день освобождения, блядь, это слёзы были. Слёзы были не радости и счастья, понимаешь? А слёзы были, что, ну, я вот так вот сидела на своём шконаре и думала, блин, ну, почему так? Ну, почему? Мне воспитатели все объясняли, мне воспитательница подходила и говорила, слышь, я столько проработала в этой системе, я в первый раз такое вижу. Я вижу это в первый раз. Ты меня доводишь до слёз. Что мне с тобой делать? Ты не понимаешь, ты что, ты с ума сошла? Ты на свободу идёшь. Я говорю, да я знаю, что я иду на свободу. Что мне там, кто меня ждёт, кому я там нужна? А здесь я вам, оставьте меня здесь, я буду у вас работать здесь. Что так нельзя? Я буду работать на вашем, я буду работать бесплатно, я им говорила. Ну, вот представь, ой, вообще я как это вспомнила. Бесплатно? Как ты будешь жить, если ты будешь работать бесплатно? Ну, короче, всячески они мне. Вот всячески. Ну, короче, ладно, ребят, я попрощалась со своей малолеткой. Значит, я с ними попрощалась, мы попрощались со Светкой. И, конечно же, от того, что мне и пойти-то некуда было, и восстанавливаться нужно было, естественно, на тот момент я, вот что могу сказать, я только Свете написала пару писем, наверное. Вот только пару писем. И никакого у меня, вот больше, знаете, ну, не было какого-то этого. Вот как-то, ну, молодая ещё, бестолковая была. Это сейчас я, вот мне говорят, да зачем, да не думай ты про зону, да я не могу, я не могу их бросить, понимаешь. То, что я как вспоминаю, как это было тогда, и я не могу хоть как-то, хоть каким-то своим присутствием я им даю понять, что не всё так плохо, девчат, что есть люди, которые о вас помнят. И, короче, попрощались, мы вот так вот, мы долго очень со Светкой ревели, ей разрешили не идти на работу. Ну, прощались, а вообще прям, первый раз мне, ну, мне даже воспитательница, что курить, иди кури, никто тебя, не прячься, иди, садись, а кури на лавочке там, короче, в локалке. Вот мы со Светкой, блядь, в первый раз, вот честно вам говорю, прям открыто покурили там в этом. Ну, если, говорит, не корыстного поймаю, то нарушение, и ты иди кури. Ну, так, короче, мы попрощались, а всё, я вышла, и, конечно же, со мной пошла моя, у меня поезд был, ребят, очень поздно. Очень поздно был мой поезд, где-то в часов, наверное, 11 вечера. И, конечно же, меня к себе забрала моя воспитатель, вот старшая воспитатель отряда. Она привела меня к себе, я как сейчас помню, у неё двухкомнатная квартира, такая небольшая маленькая кухонка, вот так вот всё как-то, всё такое вот. И она меня там как начала кормить блины, короче, она там пирожков, она вот за это время, пока мы ожидали, она наготовила столько всего со мной, мне в дорогу, и яиц положила, и, короче, и курицу она там сделала, и пирожки она настряпала. И, короче, этих блинов, только всего, ну, прям вот, прям по-человечию, всё, вот так меня всё собрала. И вот так вот мы сидели, и она говорит, ни одна зэчка не была у меня дома, ни одна. Вот ты единственная, которая вызвала у меня вот такие вот к себе материнские чувства, открыла. И вот так вот мы с ней сидели, я даже там поспала у неё, я никогда не забуду, меня разморила. Ну, а уже, знаете, вот такое бывает, перенервничаешь, когда её такое вот обессиленное, и вот она мне всю дорогу света. Ты очень умная, ты молодая девушка, которая очень умная, ты молодец, ты можешь всё правильно расставить, ты можешь на жизнь смотреть правильно, ни в коем случае не совершай больше преступлений. Я тебя очень, только пообещай мне, пообещай мне, пообещай, вот так постоянно у меня. Я говорю, да я обещаю вам, обещаю. Она, вот ты сейчас приедешь, сразу же ищи работу, сразу же ищи. Не хочешь жить у отца, значит, общежитие проси, чтобы тебе предоставили. Всё это предоставляется, всё это есть. Так что не переживай, главное в тяжке, никаких друзей, никаких попоек. Ну, вот такое вот, я говорю, да я и так не пью-то, вы чё? Нет, я говорю, нет, это однозначно нет. И вот так она меня поехала провожать, значит, прям посадила она меня на поезд, и вот так вот я её обняла, вот знаете, как свою родную, вот как свою родную, как я ревела, когда я её, она ревёт со мной, я с ней реву. Вот представьте, воспитатель, это вот просто, вот говорят, да, ну, что сотрудники там такие, вот я вам клянусь, а мне такие, блин, попадались сотрудники. Вот, блядь, вот просто, ну, я не знаю, ну, вот, блин, не то, что я сейчас всю эту систему там защищаю, нет, я знаю, что среди, в этой системе есть очень много говна, я это знаю. Но, блин, вот мне попадались на моём пути, прям вообще, я не знаю, вот до такой степени она ко мне расположилась, вот расположилась, да, вот до такой степени, что, блин, и я к ней, я вот даже вот объяснить не могу, вот даже объяснить не могу. И ведь, ребят, вот я, когда села в поезд, я очень долго думала, у меня были даже такие мысли, пойти что-нибудь в магазине своровать, может, меня опять посадят. И ведь только она мне в голову, вот, вбила, вбила в голову и сказала, Света, тебя никто не посадит, тебе исполнится 18, ты в эту колонию не вернёшься, запомни это раз и навсегда, ты уже совершеннолетняя, ты, ну, что поедешь совершенно в другую, выкинь это всё из головы. Я же там, когда истерика у меня неделю была, я там орала, да я сейчас выйду, совершу преступление, опять сяду и приеду к вам, и вы от меня не отделаетесь. На них до 18, 21 год вы меня здесь будете, только выпустите, ну, так всё, я там возмущалась, короче, ну, трындец, конечно, ребят, это вообще что-то с чем-то. Я вот до сих пор это вспоминаю, для меня это, ну, понимаете, трагично. Внутри, в моей душе это, для вас это история, которую я вам рассказываю, а для меня это, ну, моя жизнь, моя боль. Я, блин, я до сих пор это переживаю, и до сих пор у меня всё как по натурке, понимаешь, происходит, что я ведь действительно на тот момент трындец, как я не хотела оттуда уходить. Просто невозможно. Я вот сколько анализирую, и столько же, ну, я понимаю, если бы жизнь опять бы повернулась, и я бы вернулась опять в эту, и мне кажется, я поступила так же, понимаешь? Так же, потому что, ну, для меня приехать в никуда, к родному отцу, увидеть там вот этот вот срач, ой, ну, это, конечно, это всё. И вот я вот так вот добиралась, значит, у меня, у меня пересадка, у меня, я сразу села на поезд, и сразу же до Челябинска. У меня в Челябинске была пересадка. Я пересела, значит, в Челябинске, никогда не забуду. Вот я там жду, значит, свою электричку, ну, свой поезд на Магнитогорск. И за мной ходит мужик один. Вот ходит он за мной по пятам, и всё. Вот я пойду, сяду там, сижу, а я старалась сторониться. Вот знаете, как-то от народу старалась сторониться, хотя, конечно, меня прям так, ну, хорошо одели, я так была хорошо одета. По мне абсолютно не скажешь, что я, ну, вот, зечка, которая только что освободилась. Плюс ко всему, я же молодая была на тот момент, что молоденькая. И вот ходит за мной мужик, вот так вот всё ходит, не знаю, что он в каком-то плаще, брезентовый такой плащ. Я вот до сих пор это помню, такого желтоватого, ну, брезент такого цвета. И вот он, ну, я вот так вот сяду, сижу, короче, он вот так подойдёт, впереди меня вот так вот встанет, и вот так вот открывает, и раз мне вот так деньги показывает. Ну, я зечка, вы понимаете, нет? Ну, вот просто вот, ну, я зечка, я необычный ребёнок, я всегда была необычная, я сама по себе, я, у меня очень быстрая реакция, я всегда реагирую очень быстро. Внешность, она трындец, как может быть, обманчива, очень обманчива. Конечно же, мужик, он очень сильно пожалел о том, что он мне показывал эти деньги. И вот он вот так вот мне их показывает, и я прям не вставая с места, можно таким, ну, на весь, насколько возможно, хватило моего голоса. Я ему сказала, слышь, ты мне эти деньги показываешь или что? Я начала с ним вести диалог. Диалог, ну, сейчас, конечно, он намного грубее, тогда это было совершенно по-другому, разговорная речь была другая, всё это было. Но смысл я вам пытаюсь передать тот же. Я одно прекрасно помню, что этот мужик очень быстрыми шагами, очень быстрыми ушёл. И мне потом вот так вот показывал, что я, мол, типа это, свистану-то. Значит, он молодой девочке, да, предлагал, я так понимаю, секс за деньги, да, ну, это я уже потом со временем всё это поняла, осознала. Значит, он считал себя путёвым. А я то, что пыталась таким образом себя как-то защитить и, ну, от этого подонка, от этого шакала, блядь, как-то, ну, отстранить себя, я, значит, была уже в его глазах ненормальная, понимаете? Ну, вот это вот я хорошо помню. Конечно же, у меня столько еды это было. Я помню, я пошла, значит, покушала, всё это поела. Потом вот я села на поезд. И, ребят, тоже у меня поезд. А, короче, из Челябинска получается, ну, ночь ехать. Ночь. Только здесь, а получается, что я ночью приехала. Я приехала в 12 часов ночи, представь, в Магнитогорск. Меня никто не встречал. А мне от вокзала, ребят, вот кто Магнитогорский, тот знает. От вокзала мне надо было пилить на полевую. Это на край света. Это где первое депо, прикинь, где первое депо. Там тогда у моего отца были бараки тогда, на тот момент. Вот он там, у него была квартира. И, короче, и вот еще, чтобы дойти, чтобы дойти до него, до его дома, это надо там было идти через пустыри, там через чёрт и чё. Короче, это в сторону тюрьмы. Опять в сторону тюрьмы, короче, прикинь. И вот мне, ну и вот это, и всё это ночью, представь, я, блин, как я быстро шла. Как я быстро это шла. Ещё иду, и вот этот стук вот такой вот, ну, блин, ну это вообще, конечно, 90-е. Ну, представьте, 90-е, блядь. Ну, 91-м я освободилась, 91-м. Ну, как раз вот это вот всё то время, которое, ну, самое такое, ну, представляете, да? И, конечно же, ой, малиновые эти пиджаки. Ну, всё, понимаете, о чём я говорю, 90-е. Всё, и вот я, короче, добежала до дома, значит, всё это бегом. Дверь никто не открывает. Блин, я стучу, стучу, дверь никто не открывает. Слава богу, первый этаж, я подхожу, а там первый, ну, там вообще, я тебе говорю, там дом уже в такой степени, вот, в землю вошёл, там уже окна у него лежали, прям на земле, можно сказать. Вот избушка на курьих ножках, избушка на курьих ножках. Но это нет, это двухэтажный этот барак был. Ну, вот он уже до такой степени. И всё, я, короче, в окно, я-то вот так вот вижу, что он там на диване лежит. Я, короче, в окно-то ромяну, да, там орёт что-то. Я говорю, открывай, твоя дочь вернулась. Он такой, ой, доча, доча, доченька, доча моя, доча, доча, доченька, да где же ты, да где, и давай там причитать. Короче, и всё, и опять тишина. Я опять тарабанил, говорю, батя, ты что, гонишь, что ли, открывай. Я его всегда батя, тата-татона, как только я его не звала батя, ну, всяко, вот по-разному, что у меня и мамку я тоже по-разному всегда, Маришка, Маруська, вот всякое. Мамуля, маманя, ну, и, короче, это, какой, я говорю, открывай, батя, ты что, гонишь, что ли, у тебя что там, перебобинила тебя, вставай, открывай, дочь приехала. Всё, ну, еле-еле я его растолкала, еле-еле, и то, это не я, соседка вышла, соседка и давай, Валентин, ты что, блядь, твоя дочь приехала. Всё, короче, он там как подскочил, двери открылись. Ну, конечно, встреча была, ну, прям, трындец какая, там, прям, напал на меня, там, доча, доча, давай, там, слёзы лить. Ну, человек, который полжизни пропил, ну, представьте, вот у него, конечно, у него уже своя там, всё в своё. Ну, ладно, значит, вот так вот мы, я захожу в комнату и понимаю, всё, пиздец, ну, что, я не могу, я, во-первых, устала, мне так хотелось спать, ну, вот самое, что я вам хочу сказать, а у меня с собой, значит, у меня был, это, комплект постельного белья, два, два комплекта постельного белья, короче, ну, вот всё, что необходимо мне на первое время, у меня всё с собой было. Я, когда зашла, я понимаю, господи, это чё такое, это он торшер этот, блядь, включил, там эти тараканы в разные стороны, там это вообще трындец, я смотрю на стенку, там клопы, блядь, на тюрьме чище было, я тебе клянусь, на тюрьме было чище, это ужас, и мне вот в этом ещё нужно было переночевать, вот представь, просто я, конечно, глаз не сомкнула, хотя соседка меня звала к себе, я сказала нет, ну, я вот глаз не сомкнула, я, короче, сидела, вот так боялась, я сидела, что, не дай бог, на меня кто-нибудь упадёт, какой-нибудь насекомый, а вообще мне это было трындец, ну как, он, а чё доча не спишь, а это, батя, спите, я вас умоляю, блядь, спите, не разговаривайте со мной, как вы могли вообще до такого состояния, блядь, довести своё жильё, вообще ужас какой-то, ну, короче, я трындец, и тут стук в окошко, представь, думаю, блядь, кто это, к нему ещё кто-то ходит, что ли, по ночам, всё, и, ну, и слышу такое это, ну, стучит, я слова не говорю, думаю, кто там вообще хрен его знает, и слышу это, батя, батя, это я, сын, сын твой, сын, я такая, блядь, Серёга, Серёга, представь, я вот так вот шторку эту открываю, он такой, сеструха, я же, блядь, за тобой ездил, ты чё, почему ты меня не дожил, я говорю, Сера, никто ничего не сказал, телеграмму, представь, он дал телеграмму туда, ну, что он едет за мной, чтобы меня не отпускали, что он за мной едет, представь, и, короче, мы вот так вот, ну, вот так расстались, всё, я окно, ну, двери открываю, мы, короче, с ним, братан, там, ты, а он, вот он с армией, у него ещё, он, он ходит в военной форме, прикинь, он в военной форме, мальчишка ходит, ну, потому что, чё, где ему, кто, у него вот какие были, он на билеты там собрал, там, всё, ну, короче, молодец, и вот так вот он мне говорит, сестра, я здесь не живу, я не живу здесь, я, короче, ну, короче, сошёлся, ну, мальчишкам им всегда проще, им всегда было проще, да и вообще всегда проще, короче, он, я, как сейчас помню, Лиля звали девочку, и он мне говорит, пошли со мной, пошли со мной туда, там, всё, нас ждут, там, встретят, короче, мы с ним пошли туда, значит, ну, конечно же, я, он говорит, ты можешь здесь у нас жить, мы, ну, я говорю, нет, братан, я этого делать не буду, потому что, ну, батю я не брошу, вот сейчас, на данный момент, в таком этом я батю не брошу, я, конечно, хочу немножко отдохнуть, поспать в чистоте, и потом я, конечно же, пойду, ну, наводить порядок у бати, я всё там сделаю, всё будет совершенно по-другому, глаза боятся, руки сделают, и, конечно же, на следующей серии, в следующей, мои хорошие, я вам расскажу, как я наводила там порядок, я очень быстро, мои хорошие, трудоустроилась, и это благодаря тем людям, которых мне посылает Господь Бог, а Он мне их всегда посылает, я вам всегда это говорю, всегда посылает, и мне помогли, мне очень быстро помогли устроиться на работу, я пошла работать штукатуром-маляром, значит, в частную компанию, фирму, на тот момент это как кооперативы считались, и, короче, я трудоустроилась, ну, и порядок я у бати навела. Так, всё, всем, кому понравилось, ставьте так, значит, кому нет, так, пишите комментарии, и, конечно же, моей куколке и мои мужчины, не забывайте, что накануне, скоро 8 марта, обязательно, мальчики, обязательно сделайте приятное своим женщинам, обязательно, не нужно рассуждать так, что эти цветы завянут, и тому подобное, пусть вянут, но вы сделайте приятное, подарите своей женщине цветы, это незабываемое будет чувство, поверьте мне, незабываемое, мамам своим сделайте подарки, женщинам любимым сделайте подарки обязательно, но дочечек своих вы можете просто расцеловать, они и так это поймут, потому что если сейчас начнёте крутиться, денег не хватит на всех своих женщин, а вот так вот уделить, конечно же, это недорого сейчас, ребят, всё, люблю, целую всех девочек, скоро у нас будет обязательное поздравительное видео, так что всё, пока-пока!